Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Сергея Антонова за режиссерским пультом Ольга Степанова и Николай Слепцов. Якутия по праву гордится своими юристами, первые из которых получили высшее образование в императорских университетах города Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Томска. В 30-е и 40-е годы правовиков для нужд народного хозяйства готовила Якутская правовая школа. А вот с 50-х годов 20-го века юристов для всего Северо-Востока готовили уже в Свердловском и Харьковском юридическом институтах. Воспоминания выпускников – это один из самых удивительных и ярких источников информации. Эти рассказы как машина времени способны унести нас как на многие годы вперед, так и в недалекое прошлое. И сегодня гости прямого эфира – это выпускники Харьковского юридического института имени Феликса Зержинского. В сентябре 1983 года в Харьковском ордене Трудового Красного Знамени юридическом институте начал свою учебу наш сегодняшний собеседник. Это заслуженный юрист республики, полковник юстиции в отставке Михаил Сергеевич Люйден. И он сегодня гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Ну что же, давайте начнем наш разговор с того, что, конечно же, любой институт имеет свою историю, да, и в том числе и ваше учебное заведение. И оно, как я знаю, принадлежит к числу тех немногих в России, которые были созданы по инициативе местного общества. Расскажите, пожалуйста, о своем институте. Спасибо. Ну, дорогие телезрители, жизнь очень быстротечна. И у каждого у нас сердце в душе самое теплое место воспоминаний. Это детство, школьные годы, юность и самые студенческие годы. Предыстория рождения Харьковского юридического института очень интересна. Вот, будучи буквально, когда в этом году мы собрались, и собрало-то нас знаковые знаки исторические. Вот как вас, вам пояснила, доктор, дата непосредственно, юбилейные даты, связанные с выпуском на 150 девушек и юношей, закончили в течение этих, 66 по 1906 год, закончили стены юридического института. И предыстория такова. Оказывается, еще в 1835 году указом Александра I, императора Российского, была создана академия. И в этой академии первым делом одних из отделений был отдел нравственности и культуры. Это значит, мы впоследствии думаем, что это действительно были первые разки будущей республиканции в России. Проходили годы, непосредственно правовая форма этого университета менялась. То академия, то институт. И в 1935 году официально уже была преобразована, уже в наше советское время, как Харьковский юридический институт. Наши якутяне-студенты вступили в порог Харьковского юридического института в 1966 году. Вот буквально в течение 25 лет, в течение этих лет, наши ребята заканчивали Харьковский институт и выливались полностью в сферу работы в своей родной республике. Но как юристы-правоведы, в основном они работали по своей профессии. В основном в системе прокуратуры, судебной системе всех инстанций, нотариат, адвокатура. Где бы они ни работали, и действительно, не будем скрывать, что они показали себя как профессионалами своего дела, высококлацированными юристами. И это, сказано мне, не в обиду всем тем юристам, которые заканчивали тоже элитные университеты, институты нашей необъятной страны. Ну, Михаил Сергеевич, 21-й год. Вот именно с этим годом связан ряд знаковых исторических дат вашего института, да, и наших земляков, которые его заканчивали. Расскажите об этом, пожалуйста. Вот вы вначале сказали, что за эти годы закончил институт, круглое число выпускников. Да, да, да. И вот в течение этих лет, вот, маленькое отступление. Собрались как-то, ностальгия по нашему институту, и наконец-то вздохнули. Оказалось, посчитали основной косяк нашей, что все ушли в заслуженный отдых, кто в отставке. И, наконец-то, мы вздохнули и говорим, давайте-ка все-таки мечту нашу исполним, которую мы мечтали 20 лет, об издании нашей книги о наших ребят-юристах-харьковчанах. И вот буквально с прошлого года, с октября месяца, мы начали поисковую работу, непосредственно собирали воспоминания, держали связь с нашим родным институтом, альма-матер, Харьковом, и, соответственно, держали связь с теми выпускниками, которые работали и работают и в республике, и за ее пределами. И вот практически наша мечта сбылась, но все-таки мы подумали, все-таки 150 человек, которые работают в нашей республике, работают, это действительно целая жизнь и деятельность каждого из нас. И поэтому мы как-то подумали, вряд ли мы удашиваемся только книгой, воспоминанием о жизни и деятельности наших выпускников. И решили в этой части все-таки как-то, эта книга была не только воспоминанием, но как бы была бы тоже пособием для опыта нашей молодежи, нашим молодым юристам. По изначалю даже можно сказать, что мы гордимся тем, что наш альма-матер, Харьковский институт, можно сказать, что среди их выпускников есть люди, которые действительно заслужили свою профессию. Многие из них нас награждены и орденами, медалями. Заслуженные юристы Российской Федерации, Республики Сахайкукия, почетные работники прокуратуры Российской Федерации. И нам, как говорится, есть чем гордиться. Могу сказать, что яркий пример среди выпускников нашего института это семья Антоновых. Антонов Анатолий Савич и Тамара Ильинична Антонова, ну, в суденчестве Яковлева. Это пример для нас всех харьковщан. Анатолий Савич, заслуженный юрист Российской Федерации, Республики Сахайкутия, министр юстиции нашей республики. Впоследствии он работал судьей Конституционного суда. Тамара Ильинична проработала судьей Верховного суда. Они оба примерно участия на Харьковском институте, закончили учебу с красным дипломом. И до сих пор харьковщане знаем, что первая студенческая свадьба была эта пара Антоновых. И до сих пор у нас сейчас на пенсии заслуженном. Как мы знаем, в Харьковском институте не только учились мы, юристы, якутяне, но в Харьковском институте, автодорожном, медицинском институте все мы, якутяне, дружно жили одной семьей. И вот Егоров Иван Николаевич до сих пор при встрече вспоминает выиграть харьковщане мне должны. Первая эта свадьба комсомольская была среди юристов, и я был тамодой. Это постоянно нас очень удивляло, визуально уважало. Что говорить о самом институте? Первое, что мое впечатление, вступив в город Харьков, вот мое впечатление, я как бы попал в сказочный город. Это очень красивый город, архитектура старинная, все в зелени, и действительно, как бы понятие наше, тем более мы, ребята, в основном приехали из деревень, городов, и впечатление того, что мы попали еще со школьной скамью на родину великого Гоголя, Шевченко, и вот у нас была мечта обязательно посетить Запорожскую, сеть, где гулял нас Тарас Бульба, и в Близди Каньки, вот по Горьскому. И в этом отношении удивляло не то, что рекламы, а само название украинские. Перюкарни, мы думали, что же это перюкарни? Оказывается, это была парикмахерская. Идальна, что же идальна? Это какая-то столовая. И привлечало то, что действительно весь святой город, гостеприимство украинцев. И самое главное нас удивило, и действительно то, что вот профессорский, преподавательский состав нашего института. Сразу чувствовалось, что это люди, и в основном прошедшие войну, их отеческая забота к нам. И даже в самом институте было уже четыре героя Советского Союза. И вот первое, что мы почувствовали, почему такая забота о нас, при встрече с героями ветеранов войны, когда были праздники Победы, они воучу говорили, и нам было очень, действительно, были горды тем, что они воучу знают наших земляков, якутян, наших отцов, дедов. И они напрямую говорят, мы с ними воевали вместе. Мы поражались их мужеством, отвагой. И поэтому, ребята, смотрите, не подводите своих отцов, дедов, учитесь. И вот это у нас запомнилось. Михаил Сергеевич, абитуриентам всегда сложно взвесить за и против, какой вуз, например, подать документы. И сегодня, например, этот вопрос до сих пор стоит перед нашими выпускниками школ. А вот как вы пришли к своему выбору в свое время? Почему вы решили стать юристом? Ну, здесь несколько тоже интересна моя история стать юристом. Я, кстати, закончил Харьковский юридический институт, когда мне уже было 37 лет. Вот представляете? То есть это был уже осознанный выбор? Да, осознанное преступление. И даже я до сих пор помню, в двух факультетах, в кавычках, самый старый студент я был из Якутии. Мы это знаем, уважали, смотрели. Ну, действительно, в зрелом возрасте своя жизнь моя была в отношении того, что я благодарю, что действительно родился в Советском Союзе. Если бы не было Советского Союза, детдом, школа, интернат и так далее, не было бы за мной, и тем более бесплатно обучение. Вот поэтому я после жизни в прошедшей, непосредственно начиная работать и рабочими, и категорами, и учителем физкультуры, уже осознанно знал, что действительно самая лучшая профессия – это делать людям добро и стоять на стаже закона, правопорядка. И последнее место работы у меня был, работал секретарем поселкового совета своего родного райцентра. И поэтому мне в очередь приходилось непосредственно работать с людьми, видеть их трудности, и действительно, что человек должен быть обязательно защищен законом. Отвы так сказать. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня у нас в студии выпускники Харьковского юридического института имени Феликса Дзержинского. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о тех якутианах, наших земляках, кто в свое время окончил Харьковский юридический институт, об их участии в общественной и юридической жизни Якутии. Конечно, у каждого из выпускников большой опыт профессиональной деятельности, богатая событиями биографии и незабываемые воспоминания о студенческих годах. И к нам присоединяется наш следующий собеседник, также выпускник Харьковского юридического института имени Дзержинского, советник главы республики, заслуженный юрист республики Игорь Игнатьевич Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. И радиослушатели, да? И радиослушатели. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Может быть, есть кто-нибудь из наших телезрителей или радиослушателей, кто в свое время тоже учился в Харьковском юридическом институте. Было бы здорово, если бы вы к нам позвонили, если вы нас сейчас слышите или видите. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И с Михаилом Сергеевичем я хотела бы вот еще договорить. Да, я знаю, что сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете заниматься активной общественной деятельностью, работаете с подрастающим поколением, кроме того, собираете материал для книг, воспоминания. Расскажите нам, пожалуйста, вот об этой части вашей жизни. Вот в ходе поисковой работы по собиранию материалов, по изданию и выпуску книги, мы с вами неожиданно тоже столкнулись с несколькими фактами того, которые мы не знали про историю нашу. Оказывается, первым студентом, который закончил Харьковский юридический институт, является Жигусов, урожение Станинского района. Его история такова. В 1931 году мы знаем еще, что действительно существовала и работала школа, якутская военная школа по подготовке начальной. И в 1931 году он поступил и успешно закончил эту школу. И даже он учился вместе с героем Советского Союза, Чусовским Николаем Николаевичем. Дальнейшая его история такова. Он прошел все горнила военно-отечественной войны, был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. И в 1950 году закончил Харьковский юридический институт. И после этого он работал в транспортной прокуратуре Рязанской или Тульской области, по-моему. Вот первый наш выпускник Харьковского юридического института. Ну и о своей общественной деятельности. В отношении общественной работы не только я, но до сих пор наши юристы, харьковчане, люди активной, по всему жизни. Вот, к примеру, могу сказать, что первый выпускник нас, Борис Ильич Андреев, до сих пор, хотя ему уже 80 лет, работает полностью адвокатской деятельностью. В прошлый раз, когда я ему позвонил по материалам, он говорит, ну что, Биш, подождите, я, говорит, работаю в СССР со своим подопечным. Я удивился, говорит, работает, работает. Вот, очень активные позиции наши выпускники. Но у нас есть такое понятие, вышел на заслуженный отдых или в отставку, да? И вот, действительно, в этой части, вот до сих пор, к примеру, могу сказать, что один из выпускников, Василий Александр Ишимович, он тоже работает в качестве руководителя правового отдела в аппарате по маломощным правам человека. Является председателем общественной организации республиканской по работе с составниками работники прокуратуры. Вот таких примеров у нас очень много. И самое главное, будучи они на заслуженном отдыхе или в отставке, очень тесно контактируют с жизнью общественной и политической нашей республики. Являются наставниками молодежи. И в любом случае они передают свой опыт нашему молодому поколению юристам. Ну что же, это действительно здорово. Игорь Игнатьевич, теперь к вам хотелось бы обратиться. Вот каким был ваш путь к юриспруденции? Когда вы вообще приняли решение о том, чтобы стать юристом? Я в школе себя видел только историком, и не только историком, а археологом. И практически, почти профессионально, со школьной скамеи я занимался историей. Но в моей жизни произошел один такой необычный случай. Когда следственные органы обвиняли моего друга Петра Петрова в деянии, которые он не совершал, на него показания собрали у детей младших классов. И я начал сам вести отдельное следствие. И у этих ребят собрал объяснительные и направил прокурору, что этот Петр Петров не виновен. И в наше глухое село Вилючан переехал следователь Карамзин, который урожен из Суси Алданского района. И пригласил меня к директору школы, он объяснил, что я незаконно пересвоил государственную функцию следствия и могу быть привлечен к уголовной ответственности. Вот как оказывается было интересно. У нас была очень такая продолжительная дискуссия. Я отстаивал свое видение и свои материалы, которые я собрал. В конце он улыбнулся и сказал, что дело против тебя возбуждать не буду, но парень, я тебе предлагаю стать юристом, потому что у вас очень хорошая логика и обостренное чувство справедливости. Но в будущем так открыто выступать нельзя. То есть уже со школьных лет вы получили первый опыт расследования и находствия? Да, и так получилось, что это мне запомнилось. И после службы в морских частях погранвоист КГБ СССР у меня уже выбор был сделан, и я поступил в Харьковский юридический институт. Ну, действительно, студенчество – это, наверное, одна из таких счастливых, наверное, частей нашей жизни. Какими были ваши однокрупники? Чем вам запомнились преподаватели? Каким было обучение? Все-таки из срого края попасть на щедрую, солнечную украинскую землю? В Харьковском юридическом институте до нас уже учились многие якутяне. И было твердо убеждение в преподавательском составе Харьковского юридического института, что якутяне очень хорошие студенты. И когда мы пришли и первыми зашли в здание института, сразу напротив входных дверей на стене висела доска почёта. И на этой доске почёта была фотография нашего якутянина, известного потом деятеля на юриспруденции Антонова Анатолия Савича. И это нас очень накрылило и обрадовало, потому что он впоследствии работал длительное время заведующим отделом, административным отделом обкома нашей партии. И таким образом он больше 20 лет все юридические кадры республики тасовал. Именно он подбирал, он готовил и резервы ставил. Так, что уже со студенческой эскамеи его уже выделили, потому что он закончил с отличием институт. И тогда он, это вообще не бывалый случай, он, будучи студентом, был членом паркома института. И весь институт прекрасно знал супружескую пару Антоновых, а его жена, это тоже один из ярких звезд на нашем юридическом небосклоне, судья Верховного суда Антонова Тамара Ильинична. Так что у нас было на кого равняться. И то, что наше руководство республиканское направило в Харьковский юридический институт большое количество якутских студентов, это сыграло очень большую роль, потому что я до сих пор восхищаюсь и удивляюсь перед видением нашего руководства, что тогда было только три института по Советскому Союзу, это Свердловский, Харьковский и Саратовский. Но в Саратовском наши практически не учились, а в основном готовили Свердловского юридического института. Каждый год по 10-15 человек к нам поступали. Но наше руководство случило это недостаточно, и они заключили договор с руководством Харьковского юридического института, ежегодно начали отправлять туда студентов. И это как раз, я думаю, положительно сказалось, потому что там мы варились не только в собственном соку в нашей республике, а там учились ребята с Украины, с Белоруссии, с Перебалтики, со всех этих автономных республик европейской части России. И поэтому мы привыкли как-то с ним общаться, найти общий язык, потому что, хотя у нас мы все были советскими людьми, но в то же время вот национальные особенности, региональные особенности не надо исключать. Поэтому мы там получили не только образование, но и человеческое развитие, более цивилизованное, сказать. Конечно, после окончания вуза у каждого выпускника сложился свой профессиональный путь, своя история. А вот где и кем вы начинали свою трудовую деятельность? Ну, я хочу сказать, что выпускники Харьковского, Свердловского юридического институтов высоко котировались, поэтому мы нас сразу назначали на очередь ответственности и должности. И я после института сразу стал работать следователем Алексеевского, Нататинского района милиции, потом работал следователем в Данском районной прокуратуре, и 9 лет работал юристом в народном хозяйстве, и после этого уже стал судьей и длительное время работал до выхода на почетную отставку, работал судьей. После этого я стал судьей конституционного суда, и с осень этого года Асен Сергеевич пригласил меня на должное советника, с чем я и согласился. Вы помните вот свое первое судебное дело, с чем оно было связано? Ну, первое судебное дело у меня было восстановление на работу, это я с Ирниколымска начал, и одна учительница, не сдержав эмоции, от неправильного действия школьника, ну, дала пощечину. Ее уволили, и она обратилась в суд. Это был сын, он, этот школьник был сыном первого секретаря, второго секретаря райкома партии, ее моментально уволили, и у меня был нелегкий выбор, потому что факт фактически есть, восстановить или нет. Там было давление очень большое, даже замминистра образования и республику переезжал, но я все-таки нашел силы восстановить ее на работу. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор с выпускниками Харьковского юридического института имени Феликса Дзержинского. Поговорим о том, как в дальнейшем развивалась их судьба и карьера. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о тех, кто в свое время окончил Харьковский юридический институт, об их участии в общественной и юридической жизни Якутии. И, конечно, у каждого из выпускников богатый опыт профессиональной деятельности, богатая событиями биографии и незабываемые воспоминания о студенческих годах. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Игорь Игнатьевич, специалисты рынка труда считают, что профессия юриста на самом деле одна из самых сложных и стрессовых. Нужно быть постоянно в курсе всех происходящих изменений в законодательстве, то есть постоянно держать руку на пульсе. А вот что помогает выдерживать такую большую нагрузку? Я хочу начать с такого разговора. Когда мы поступили в Харьковский юридический институт, день посвящения студента Захар Михайлович Анишук, замдекана, когда сказал такие слова, что я как-то это всерьез не отнесся, даже подумал, что это слишком высокопарно. И вот он сказал, когда ошибается врач, страдает один человек. Когда ошибается строитель и обрушивается здание, которое он построил, могут пострадать сотни людей. А когда ошибается юрист, страдает все общество, потому что нарушается справедливость. Но потом, со временем, когда я начал работать, я понял всю глубину этой мысли. Потому что конечным целью любого юридического действия является установление справедливости. Я хочу здесь немножко обратить ваше внимание на именно школу Харьковскую юридическую. В то время Свердловская юридическая школа, Харьковская юридическая школа между собой конкурировали. Но эта конкуренция была на благо, потому что они друг друга обогащали. И установление философии права, теории права, у них были какие-то разные тоже видения. Потому что Свердловская юридическая школа, она основном обосновывалась на романо-германской школе, это система права, которая превыше всего ставит закон. Древние римляне так и говорили, закон превыше всего. И все должно быть только вокруг этого закона. А Харьковская юридическая школа, она как-то больше обращала внимание на англосаксонскую школу, потому что там ставится такая цель, что главным смыслом любого законного действия является справедливость. Но они оба имеют право на существование, и как-то мы прошли эту школу, и вот это чувство установления справедливости, что закон является это не превыше всего. Судья не является слугой закона, а он является правопеременителем. То есть закон должен служить справедливости, он должен являться средством для установления справедливости. И когда чувствует человек, что в результате его деятельности какая-то справедливость установлена, то это его тоже защищает. И один раз я общался с личным астрологом Бориса Николаевича Ельцинопрофессором бездорожным, и он сказал, вот любая профессия имеет свою защиту сверху, и любой судья, каким бы он ни был, он обязательно защищен, потому что иначе никто бы не выдержал. Вы прекрасно знаете рассказ Чехова «Палата номер 6», в котором этот бедный и больной говорит о том, что судьи, врачи, которые по жизни перевыкли к истраданиям людей, потом становятся равнодушными к истраданиям людей и уподавляются тому мужику, который режет голову барана и скидывает в одну кучу. Но это невозможно, потому что никакой человек не может перевыкнуть к истраданиям человеческим, потому что за каждым делом, особенно по уголовным делам, стоит трагедия. Трагедия одной личности, трагедия людей, его окружающих, его близких. Поэтому работа судьи с утра начинается с сердечной боли и заканчивается с сердечной болью. Поэтому я противник того, что слишком молодых ребят назначать судьями. Чтобы иметь право вершать людские судьбы, человек это право должен заслужить. Он должен иметь уже профессию, высшую степень профессионализма. Должен иметь житейский опыт. Житейский опыт. И главное, окрепнуть внутренне, духовно, чтобы выдержать все тачки. Я по своей жизни знаю, очень которые ребята начали очень рано с судейской скамьи. К сожалению, сегодня среди нас их нет. Хорошо, у нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Говорю, да? Да, пожалуйста, говорите. Алло. Да, да, здравствуйте. Добрый день. Из Якутска. Моя фамилия Васильева. Я хотела бы задать такой вопрос. У любого специалиста, тем более руководители, оценивают их работу по тому, сколько человека они обучили, воспитали. И в этой связи у меня вопрос. Вот харьковчане у каких педагогов учились, кого они могут назвать, поддерживают ли с ними связь, и сколько выпускников по педагогам стали преподавателями в нашем университете. Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, совместными усилиями вы ответите. Я хочу отметить, что нам по жизни повезло. Даже когда мы поступили, провожая нас в Харьковский юридический институт, Шадерин Иван Петрович сказал, у вас будет лекция читать знаменитый Бажанов, и счастлив тот человек, который хоть раз услышал его лекцию. Потому что у нас работали мировые светила. И вот именно какую профессиональную подготовку и каких альбоматер ты проходишь, сколько детей вложат, вот от этого зависит все твое будущее. И среди нас, вот я запомнил выдающийся Марка Игоревича Бажанова, и вот он один раз, когда читал лексиус, он озвучил, «Жизнь настолько многогранна, настолько масштабна, что его во рамках закона никогда не загоните. И вы своей жизнью обязательно столкнетесь с случаем, когда к какому-либо явлению не сможете подобрать нужную статью». И он сказал, «Тогда забудьте все, к чему я вас учил, руководствуйтесь здравым смыслом и чувством справедливости. И потом сами удивитесь, как этот здравый смысл и чувство справедливости сопали с законом». Хорошо, Михаил Сергеевич, у вас какие воспоминания? Высказался о нашем преподавателе, уважаемом, в отношении преподавательского состава. Сейчас посидел, подумал. Вот 150 выпускников, оказывается, харьковчане, мы очень преданные профессии. Вот действительно, кто преподаватель? Вот при всем уважении, конечно, наша звезда тоже, нашего выпуска, Данила Владимирович, заслуженный в Союзе Саха-Якутия, единственный наш ученый, доктор, профессор, доктор искусственного и юридических наук. В данное время он единственный преподаватель по своей профессии СТЗ. А действительно, больше нет, по-моему, преподавателей. Все они работали. А так я бы не сказал. Хорошо, у нас еще телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Так, сорвался телефонный звонок. Но я бы так не сказал, потому что неосвобожденный преподаватель, а мы сейчас веками наши работают очень многие. И они именно свои знания, свои профессиональные навыки, они студентам преподают. И хочу сказать спасибо Александру Николаевичу Ким Кемен. Вот он создавал правовую академию в школах, во многих школах республики. И харьковчане тоже активно участвуют в преподавании в этих школах. Так что вклад харьковских выпускников в воспитание, в правовом воспитании населения, в правовом воспитании своих будущих коллег, я думаю, большой. У нас еще телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здрасте. 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 Поздравляю выходом на прямой эфир. У меня вопрос Игоря Игнатьевича. Россия, матушка, едина и неделима. Как на этом фоне выглядит северо-регистр Я хочу отметить, что согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация является федеративным государством. И как любое федеративное государство, все субъекты, они имеют тоже свои большие полномочия. И Российская Федерация имеет свою республику. Но суверенитет может быть разным. Некоторые говорят, что суверенитет только может быть абсолютным. Так не бывает. Суверенитет может и быть частичным. И некоторая делегированная часть, которая прописана в Конституции, в этой части в решении своих нашущных вопросов и сохранение своей национальности, своей культуры, своего языка и своей экономической самостоятельности, и республика суверенна. Хорошо. Я благодарю своих собеседников за очень интересный, содержательный разговор. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии были выпускники Харьковского юридического института имени Феликса Дзержинского. Это была программа «Якутск. Сегодня» ее подготовила и провела редактор Серглана Антонова. Всего доброго. До свидания. До свидания.